Жители жилого комплекса «Коренёвский форт» борются с парковкой большегрузов во дворах и превращением деревни Матяково в промышленную зону. Какие ещё вопросы беспокоят жителей, узнали мои коллеги. Сегодня жители жилого комплекса «Коренёвский форт» собрались, чтобы решить волнующие их проблемы. Навстречу пригласили представители Министерства экологии и природопользования Московской области, администрации округа и управляющей компанией «Наш дом» филиала Люберецкой теплосети. У нас за последние годы, вот то, что за моей спиной сейчас вы видите, расстраивается промзона. Промзона представляет собой, туда свозится мусор, производится утилизирование бытового строительного мусора, сжигание отходов, сжигание проводов. Здесь проходит дорога, на которой мы стоим, все люди здесь идут к остановке. И вот в любое время, как мы идём, здесь заезжают фуры, большегрузы, достаточно большие. Вот, они проезжают вот в ту сторону. С этой проблемой жители борются с начала года. Подъездная дорога к жилому комплексу «Коренёвский форт» узкая. И когда у въезда на территорию промзоны скапливаются грузовые машины, движение парализуется. Они вот тут встают, вот вы видите, да, тут небольшой прогал. Разгонных площадок нет, дорог нет, они не приспособлены. Здесь встаёт фура, и мы здесь заблокированы, получаемся. Проблему возьмёт на контроль ГИБДД. В госавтоинспекции предстоит решить вопрос и со стихийной парковкой большегрузов в жилой зоне. Сейчас машин мало, но в вечернее время, по словам жителей, их в разы больше. Соседство с промзоной тоже доставляет хлопоты. На обращение жителей в Минэкологии отреагировали оперативно. Регулярно выезжаем на данную территорию, проводим замеры воздуха с привлечением лаборатории МАЭМ. Сегодня вот одно из таких мероприятий на данный момент превышения не выявлено. Также в предыдущие выезды были выявлены организации, которые не стоят на учёте, как объект негативного воздействия. Соответственно, были приняты меры, выданы предостережения. Продолжат работу и с организациями, которые занимаются утилизацией отходов. Нарушения будут пресечены. Министерство экологии совместно с администрацией городского округа Люберца проведёт ряд ночных рейдов по выявлению участков, где проводится сжигание каких-то отходов. С сотрудниками полиции эту тему тоже мы проговорили. Сделаем на ней акцент. По просьбе жителей МОЗ «Облэкомониторинг» в ближайшее время рассмотрит вопрос установки дополнительного датчика мониторинга атмосферного воздуха рядом с промзоной Матякова. Всего в округе установлено 15 таких датчиков. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.